На август приходится три так называемых «Спаса» — праздника в честь Спасителя. В праздник изнесения честных древ в Креста Господня — Медовый Спас. В праздник преображения Господня — Яблочный. А в день перенесения из Эдесы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа — Ореховый. О том, как встретили Медовый Спас в городе Петровске, расскажут наши саратовские коллеги. В церковном календаре именно с праздника изнесения честного креста Господня начинается Успенский пост. По уставу он почти такой же строгий, как и великий. Первые упоминания о Успенском посте встречаются примерно с 450 года. Успение при Святой Богородице — весьма сложный с точки зрения светского миропонимания праздник. Казалось бы, как можно праздновать смерть? Однако славянское слово «успение» означает «сон». То есть нет больше смерти, которая ждала каждого человека до пришествия в мир Христа Спасителя. Сегодняшний праздник в народе именуется «Медовым Спасом». За богослужениями в храмах совершается освящение меда нового урожая. Но нужно помнить, что освящение меда в этот день — это всего лишь благочестивая традиция, которая вполне естественна для сознания православного человека. Спаси Бог, Господи, люди Твои! Земля и все живущие на ней производят плоды по промыслу Божию. А человек, принимающий участие в производстве этих плодов, в знак благодарения Богу за помощь в этом деле, и для освящения приносит первые выращенные плоды в храм. Первый день августа, а сегодня первый день по старому стилю, из императорской сокровищницы выносился крест крестов, его клали на престол храма Святой Софии, и потом в течение всего месяца его носили с крестными ходами, литийными такими шествиями по всему Константинополю, всему городу. Люди могли поклоняться ему, и действительно, по вере людей, стихали эпидемии, всякие болезни. И вот этот обычай сохранился до сегодняшнего дня в православной церкви. Мы также износим крест крестов, так же, как и во время крестопоклонной недели Великого Поста, для того, чтобы воззрением на крест Спасителя мы могли бы обновлять в своей памяти то спасительное дело спасения рода человеческого, которое совершил Господь наш Иисус Христос Своей укрестной смертью и воскресенью. Своей укрестной смертью и воскресенью. Своей укрестной смертью и воскресенью. Субтитры создавал DimaTorzok